Ольга Залезская родилась в Витебске. Поэт, автор, исполнитель. Координатор проектов творческого объединения «Своя среда». Живет в Минске. Я думаю, что это все вопросы теоретиков. Я не теоретик, я практик. Я пишу авторскую песню. И если мы говорим, вы задаете мне вопрос, наверное, о том, почему разные люди относятся по-разному к авторской песне, и некто хочет себя к ней причислять, а кто-то нет, да? Ну, наверное, потому что авторская песня все-таки это уже самостоятельный жанр, жанр искусства, и предполагающие определенные какие-то критерии оценки, какие-то признаки, по которым его определяют. Это, в первую очередь, конечно, поэтический текст, о чем мы говорим, да? Поскольку авторская песня все-таки идет от текста. В идеальном варианте от поэтического текста. Дальше ко всему этому присовокупляется музыка. Хорошо, если эта музыка хорошая. Еще лучше, если она соответствует тому поэтическому тексту, который предложен. И если при этом человек еще и недурно поет свои песни, очень здорово. Если нет, ну, существует целая когорта исполнителей, которые могут взять на себя эту миссию, если действительно автор того стоит. Ну, вот, собственно, наверное, вкратце о том, что есть такой жанр и как его можно немножечко отличить от всего остального. Что не страница здесь, мои закладки, что не осколк, все мои мечты. Но как же нынче, слезы мои сладкие, и как мои желания просты. Я думаю, что это просто альтернатива сидению у дивана. Никакого вызова в этом нет. Каждый человек определяет сам, бунтовать ему или нет. И что он несет в этот мир. Каждый человек решает тот шаг, который он сейчас делает. Это его гармоничное существование, сосуществование с окружающим миром, с природой, с самим собой. Или это бунт и вызов. Но точно так же на ровном месте можно, идя по улице, поскандалить. И, как говорят, что можно захлебнуться и утонуть в чайной ложке, поднять там бурю. Когда я была молода и смотрела на огонь, я думала о том, как красиво я смотрю на огонь. Как все окружающие, глядя на меня, как я смотрю на огонь, любуются мной, как я смотрю на огонь. А потом меня научили, что огонь – это такое совершенно потрясающее существо. Это такая удивительная стихия, способная помочь очистить голову, по меньшей мере, хотя бы голову, от любых мешающих ей мыслей. И если уметь правильно смотреть в огонь, можно и стресс сбрасывать, и негативные мысли убирать, и позитивные мысли убирать, абсолютно очищая пространство внутри себя, в первую очередь, и немножечко вокруг себя, для того, чтобы приходило что-то новое. На самом деле, мы же тоже природа. Мы просто об этом забыли? Потому что, когда мы говорим, что кошка – природа, и человек – не природа. А почему, собственно, если кошка – природа? Чем мы отличаемся от кошки, от собаки? Я думаю, что также мы слабо отличаемся от деревьев. И говорить огульно, что дуб дает, а сина отбирает, тоже неправильно. Это все равно, что сказать, что художник дает, а актер отнимает. И для каждого человека свое дерево, для каждого дерева свой человек. Я не знаю. Я только знаю, что ничего случайного в мире нет. И только выверяя на собственной жизни, по результатам ее, положительным или отрицательным, мы получаем знаки, правильно ли мы понимаем этот замысел, или предугадываем его, или пытаемся его предугадать. И если нам не бьют по башке сверху за предпринятые нами шаги, поступки, совершенные нами, значит, наверное, мы идем правильно. Если нас награждают, значит, мы угадали. Если нас притормаживают, если мы получаем таки по голове, значит, нужно задуматься, что мы делаем не так. Все остальное, я же не могу отвечать за деревья, но все остальное точно так же живет. Просто каждому свое место. И вот сейчас я здесь человек. За столом перестала петь не молодежь, а родители молодежи. И в какой-то момент и мы перестали, а потом вернулись. Наверное, все равно происходит нечто на творческом уровне. Возможно, они что-то такое делают другое, подобное пению. Каким-то образом другим выплескивают свою энергию. Я, понимаете, как? Еще раз скажу. Я пытаюсь не лезть в чужие жизни. Мне очень интересно, что происходит вокруг. Мне совершенно не интересно, что происходит с людьми не близкого мне круга. Я могу судить о молодежи по своим детям и по друзьям своих детей. Это совершенно замечательные люди, которых точно так же интересует музыка и интересует литература. И они читают, и они обсуждают. Но другим языком мы говорили, ах, как это прекрасно, а они говорят, ах, как это клево. Или что-нибудь в этом роде. Или там какие-то словечки вворачивают, какой-то сленг у них собственный. Все равно все происходит. Из всех обид, ты уберешь в новую мою. Ты сенский быт, незрелый сыр, рычешь венек. Мой страх забыл, на крыше мира я сгоню. Ты напеваешь, и зовешь меня в полет. Искусственно выращенная, огромная масса интеллигенции в Советском Союзе. Совершенно удивительное явление. Абсолютно противоречащее, на мой взгляд, здравому смыслу. На сегодняшний день пришла к такому вот... Вот эта масса, она немножечко осела, выросло новое поколение детей этой интеллигенции. И уже растет детей, внуки этой интеллигенции. И те, кому удалось передать, может быть, вот этот ген, или, может быть, эту эстафету, у кого как получается. Вы же понимаете, где-то на генетическом уровне, а где-то на физическом уровне. Но получили в семьях нечто весьма-весьма интересное, что будет иметь продолжение дальше. Песня пишется не в настроении, песня пишется в состоянии. Это состояние для меня определяется словом вдохновение. Другого я не знаю. Объяснить ему невозможно. Проследить механизм возникновения этого состояния и дальнейшего течения процесса невозможно. Возможно сказать только одно, что это состояние приходит в процессе душевного непокоя. Вот у меня в спокойном состоянии песня не пишется, но не могу сказать, в какой степени радость или, наоборот, несчастье, горе, еще что-то не приведи Господь. Вдохновение – это всегда путь к новому, путь к находке. И если его открывают, спасибо Всевышнему. Высоцкий – это явление, это феномен, он один такой. И он стоит, понимаете, присваивать Высоцкого бессмысленно. Он мною еще, например, до конца не осмыслен. И это человек талантливый во многих апостасях. Это потрясающая личность, метущаяся и какая-то космическая. Поэтому сказать, что Высоцкий бард или Высоцкий актер, он, безусловно, и песни писал, и его можно назвать бардом, но мне кажется, ему бы это не понравилось. В Беларуси хорошие люди. По-настоящему хорошие, и поэтому мне здесь жить хорошо. Я не заморачиваюсь какими-то внешними признаками или временными рамками. Я говорю сейчас о вечном. А что может быть более вечным, чем человеческие отношения? Ну, потому что это душа, а человеческие отношения – это душа, душа бессмертная. Поэтому, да, если приедет ко мне человек, который никогда не был в Беларуси, я его познакомлю со своими друзьями. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова